Дожить до 100 лет. Такое пожелание обычно звучит в адрес именинника, и у некоторых это пожелание становится реальностью. Среди таких долгожителей и Софья Адольфовна Тишкевич. Жизнь у женщины была непростой. Довелось выдержать немало испытаний. В годы Великой Отечественной войны Софья Адольфовна была связной партизанского отряда имени Фрунзе. Не раз ей приходилось рисковать жизнью, чтобы донести нужную информацию. Сегодня ей тяжело вспоминать о тех страшных годах, а потому дочь бывшей связной партизанского отряда Людмила Шлек поделилась воспоминаниями Софьи Адольфовны о годах военного лихолесия, рассказала о мамином трудовом пути, о трудностях и лишениях, которые ей пришлось пережить. Все, что я знаю, знает мама. И как она была маленькая, и посмотрела, ну, сравнительно молоденькая, и в дырочку смотрела с заборами, и летели в Мишель Шмидт, черные, с крестами огромными, прямо над трубой. Она бояла, что трубу снесут. И видела, как эти немцы приходили, встречали их на столе, в Вейфониках, встречали караваями. А когда стали казнить и убивать детей, и жечь в сараях, все отвернулись, стали партизанами. И мама в силу этой ненависти к поработителям, к насильникам, пришли, они говорят, мама говорит, с гармошками, в новых мундирах играли, галстучки, очки, и все, все новенькие, как с подмашины. Ей было официально по паспорту 17, но папа сделал ее старше. Вот, короче говоря, ей было лет 17. Она была в контрразведке, ее использовали как ребенка, подростка. Она была незаметная, молчаливая и доставала очень хорошие, я уже повторяла, очень хорошие такие, так сказать, данные. Ее арестовали, но так как у нас были родственники гестапо, они специально работали переводчиками немецкого языка, то маму отпустили, хотя ее ждал расстрел. В гостеприимном доме Софьи Тюшкевич собралось много гостей. Все спешили поздравить юбиляра с праздником. В день рождения сказать слова благодарности за мирное небо над головой, подарить подарки. Пришли представители администрации Московского района города Бреста, районного совета ветеранов и дети. Мы, пионеры средней 23-й школы, поздравляем вас с юбилеем. Мы хотим пожелать вам счастья, здоровья, всего самого лучшего. Спасибо вам большое за ваш проделанный труд. И еще отдельное спасибо хотим сказать за то, что сейчас у нас мирное небо над головой. У нас 93 ветерана Великой Отечественной войны в Московском районе проживает. 13 из них это участники Великой Отечественной войны. К сожалению, необходимо констатировать горький факт, что недавно только прошло 9 мая. И мы смотрим по статистике, что и участников, и ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. Поэтому, скажем так, возможность поздравить с 100-летним юбилеем и пообщаться лично с такими людьми, это действительно дорогого стоит. Мы должны ценить этот момент. Это действительно яркий пример для нас лично и для нашего подрастающего поколения. Тот подвиг, который совершили эти люди, это непосредственно Софья Адольфовна, участница. Она участвовала в партизанском отряде в 43-м году именно Фрунзе. И в дальнейшем своей карьерной лестнице уже, скажем так, в период восстановления народного хозяйства, промышленности. Активно работала в облсполкоме, машинистской, секретарем машинистской, в различных должностях, скажем, это действительно тоже ответственный труд, 39 лет трудового стажа. То есть человек полностью отдался родине. На праздники по случаю юбилея Софья Тюшкевич вручили новый паспорт, ведь 100 лет хороший повод, чтобы его поменять. Стало очень приятной традицией собираться по данному поводу, по вручению паспортов граждан Республики Беларусь нашим 100-летним юбилярам. Значит, мы знаем всегда, что они сделали для нашего государства. Всегда очень приятно приходить к ним домой, поздравлять по данному поводу. На территории Московского района в данный момент проживает 11 таких граждан, поэтому мы также всех еще их поздравим по поводу вручения паспорта гражданина Республики Беларусь. И всегда рады видеть их, всегда улыбающимся, когда они действительно довольны, что мы приходим. 100 лет – это не просто долгий жизненный путь, это еще огромная мудрость и опыт. И невероятная, как демонстрирует сама Софья Адульфовна, бодрость духа, который она не теряет и сегодня. Льется музыка, 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 от которой мне хочется жить. Ура! 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 В завершении встречи Софья Адульфовна в качестве наставления всем нам, ныне живущим в мире, дала наказ его сберечь, сберечь любой ценой. Ура! Продолжение следует...